Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами снова Лев. Сегодня мы в небольшой компании собрались ходить в закрытый музей механического завода. Вот сейчас мы стоим как раз на входах на завод, ждем, когда нас пригласят. Ну и походу есть, чтобы вам немножко демонстрировать, что мы там увидели. Оставайтесь с нами. На территории завода стоит вот такой вот аккуратный Ленин. Смотрите, а в войну что такое пацало? Снимать можно не везде. Сейчас я нахожусь в экспозиции истории механического завода и жесткого. Начало своей истории он получил в основном во время Великой Отечественной войны, в 42-е годы, когда сюда было эвакуировано предприятие. Ну в основном, потому что именно на пустырь было привезено оборудование, которое было изначально в других местах, а здесь просто восстановилось, новое предприятие было создано и начало свою работу. В остальных помещениях снимать не разрешалось. Ну вкратце могу сказать, что посетили мы экспозицию, где представлена была производимая продукция предприятия, то есть мирная продукция, которая с оружейной тематикой связана. Ну, соответственно, посетили оружейную комнату, достаточно интересная экспозиция, все-все-все выпускаемые оружия, посмотрели пистолеты, тут ракеты даже есть. Вообще-то, чего не перечислить, показывать, как я сказал, нельзя, но думаю, что если у вас какая-то возможность появится посетить этот музей, ну, стоит это сделать, посещение, кому же бесплатно. Я вот пришел с группой, которую организовали, организовал представитель исторического клуба «Антей» Максима Глинова. В описании к этому видео я оставлю ВКонтакте, вы сможете найти, присоединиться к следующей экскурсии. Мне понравилось. Идем по территории технического завода, сейчас внутри, и в разрешении этого видео я хочу небольшое интервью взять представителя КИК «Антей», культурно-исторического клуба «Антей» Максима Глинова, так вот, собственно, представляю вам Максима. Привет. Да, это достаточно известный сейчас уже, наверное, в городе Ижевский экскурсия, можно сказать, местная знаменитость. Ну и мы продолжаем идти по территории механического завода. Максим, скажи, пожалуйста, как вообще ты пришел вот к этому виду деятельности? То есть я уже не на первой экскурсии с тобой, и каждая она по-своему интересна, по-своему запоминается. Ну, действительно, очень хорошее дело ты делаешь. Как вот мысль пришла заняться этим? Ну, как мне предложили ходить по городу, и как бы мне самому нравится знакомить людей с городом, потому что историей занимаюсь. Эспернатуру окончил по специальности истории, и историей жестко занимаюсь. Вот знакомлю людей. А людям это интересно. Если есть потребность к знанию, если есть тому, кому давать, вот возникло такое направление. В формате экскурсии именно. Знакомое привычное всем место вот с обратной стороны видим. Изнутри, так скажем. Все ходят мимо этой решетки, наблюдают. А это самое одно из старейших корпусов, да, вот это? Все, покинули территорию Ижевского механического завода. Вот сидя уже в машине, в завершении к нему снимаю. Ну, в общем, я считаю, что историей своего города интересоваться нужно. Это и расширение своего кругозора, вообще знание о том месте, где ты живешь. Вот. Ну, и тем более, может быть, мужскую часть населения это больше как бы заинтересует. Все-таки тут тематика больше оружейная. Вот. У меня по сайтам два клиента только прикладами занимаются для ружья охотничек, поэтому увидеть эти ружья с замечательными коллекционными прикладами в музее Ижмаша, ну, для меня это было достаточно интересно и думаю, что это мне и в работе дальнейшее пригодится, потому что все равно так или иначе занимаюсь наполнением сайтов и как-то ведением. Ну, чем черт не шутит, может, сам прикладами займусь. Кем интересно. Ну, что ж, спасибо, что смотрели это видео. Ставьте лайки, комментируйте, задавайте ваши вопросы. Все ссылки оставлю, как обычно, в описании. Подписывайтесь на канал. Всего доброго!